добрый день дорогие друзья я приветствую вас мы представляем рубрику новую рубрику школа гипноза и слиперсто никиты бурлакова эта рубрика интервью со звездой гипноза и сегодня у нас первый гость это королева светлана светлана королева и светлана королева мне прям так и хочет сказать видите звезды и сразу королеву пригласили это уже гипнолог с большим опытом многолетним опытом но при этом действительно помимо прочих обучений все-таки выбрал школу гипноза никита бурлакова и мне интересно спросить светлана почему все-таки стал выбор получить еще один диплом а я знаю что вашим диплом можно стену увешать очень известный уважаемый гипнолог не только в россии вы уже много лет живете в лос-анджелесе и тем не менее был пал выбор полна никиту провокова хочу конечно сказать да приветствую всех очень рада что меня пригласили на такое интервью это всегда очень интересно я закончила институт гипноза или на английском языке это звучит hypnosis motivation институт он существует уже 55 лет и то есть очень давно очень богатый опыт и честно так признаюсь что образование стоило 15 тысяч долларов все не просто так я посвятил этому и также я уже когда начала практиковать я почувствовала что мне необходимо еще углубиться в прошлой жизни я закончила академию долорес кеннон который тоже очень известное много в ютюбе очень много они вы можете всегда прочитать и найти но тем не менее когда я увидела вебинара никита меня очень заинтересовала его методика работая работа с медиумом потому что это совершенно новое и на самом деле нигде больше я не видела таких классов таких техник это совершенно инновационно скажите пожалуйста вот я просто я понимаю что гипноз не заходит ну как каждый да скорее всего каждый придет к доктору к терапевту сказать про свою проблему психологу да а вот прийти гипнологу со своей проблемой это на самом деле сложно и там наверняка есть целый ряд этих причин да там вопросов или там беспокойств страхов вот что вы замечали что действительно останавливает человека обратиться гипнологу вот честно говоря уже из практики я поняла что самое первое почему не приходит на гипноз это время очень трудно выделить время то есть я рассказываю людям причем так говорю а знаете где-то там а знаете чем я занимаюсь а чем же гипнозом да вы что неужели и потом говорю ну ладно я посмотрю свое расписание выделю время и это уже можно забыть об этом да потому что вот это самое сложное найти время и вот это потрясающе что с вот этой новой методикой а не нужно самому человеку погружаться в гипноз то есть сейчас есть такая возможность через медиумы через слипера решить дискомфортные неудобства там неудобные какие-то свои оси то ситуации проблемы через медиумы то есть самое главное чтобы человек осознавал что с ним происходит что-то такое что ему мешает и можно от этого избавиться то есть он разрешает кому-то другому посмотреть на его энергетическом теле что же такое откуда это берется дает свою фотографию свои данные там день рождения полностью где он проживает и два человека я и мой медиум мы можем залезть грубо говоря в энергетическое поле в информацию и помочь ему решить эти проблемы как интересно то есть самое главное еще раз это время найти второе вот эти страхи что же за страхи погружусь ли я вообще-то в гипноз а здесь опять же убивается этим же что используется медиум который профессионал в этом который погружается как минимум каждый день один раз а бывает что и два раза в день могут погружаться люди то есть он уже не боится ничего он знает прекрасно что он дойдет до определенного уровня глубины гипнотического транса где он может считывать информацию и человеку клиенту который ищет ответы на свои вопросы ему не нужно бояться там погрузился или не погрузился и другой страх что вообще выйду ли я из этого гипнотического транса или нет а вдруг я там останусь и лечу куда-нибудь в астрал и не вернусь вот так что вот тут вот сразу три вещи то есть время страх гипнобелен или не гипнобелен и выйду ли я из этого убивается за одну секунду и это поражает это вот эти методики зайца получается то есть я да придя в школу никиты как раз научилась сама как гипнолог научилась как безопасно владеть этими техниками тоже не навредив медиуму не навредив слиперу вот это тоже очень важно необходима вещь то есть сохранение здоровья гипнолога и слипера и клиента такое шар кольцо взаимодействия всех и ко всему прочему на этом курсе готовятся же и медиумы то есть можно еще и найти себе подходящего медиума то что со мной произошло я сейчас работаю у меня четыре медиума которые постоянно со мной работают и есть еще два которые как бы на подхвате ну а а есть вот такое понятие я пока фантазирую что такая типа специализация у медиумов ну допустим одни больше занимаются прошлыми жизнями ну как бы хорошо видят другие видят и лечат органы да третьи ну я не знаю там к высшему я да идут нет ну вот которые которым нравятся детективные какие-то там вещи да то есть уже а то есть там разыскивают там люди например да или что-то такое а уже был у меня в практике частный детектив который обращался и он говорит что вот один вопрос его очень мучает то есть человек пропал без вести в заповеднике то есть вошел в заповедник и не вышел и что же с ним происходило я не буду уже туда вникать в детали в частности но мы проводили такое исследование три разных слепера рассматривали эту ситуацию и очень похожие варианты понятно что человек пропал и как это произошло то есть они раскрыли раскрыли на самом деле так что причем это мы раскрывали не так давно это все произошло в 2009 году то есть информацию можно считать любой давности как интересно а вот скажите с какими задачами с какими проблемами приходят все-таки люди гипнолог ну вот чаще всего с чем вот вы сталкиваетесь ну за последнее время честно говоря скажу что вот сегодняшний момент пандемии то есть конечно страхи раздражительность или девушки просто говорят вот плачу по любому не знаю уже что с собой делать да даже честно говоря одна пришла и говорит такие приступы ревности что начинаю бить своего например там жениха и уже это у меня третий то есть мне что-то надо с этим делать откуда это берется то есть и когда находятся причины выискиваются причины они могут идти как кармические уроки с прошлой жизни да можно рассказать некоторые такие может быть интересная история просто расскажите про какой-то конкретный пример вот очень интересно например просто вот прям вчера был такой пример что мы зашли тоже прошлую жизнь и эта девушка она оказалась принцессой и в итоге мы делаем этот сеанс без человека что интересно да ты человек дает свои данные мы договариваемся с медиума какое удобно нам время и или по skype или по зуму его делаем и потом даем в записи прослушать человеку свой сеанс да и когда она слышит и она мне вот написала я прямо с телефона читаю на самом деле она говорит ой добрый день это просто невероятно я так всю жизнь себя и считала принцессой не знаю почему и так прекрасно себя ощущаю сейчас такое непонятное спокойствие спасибо огромное я вас просто благодарю от души на самом деле приходят эти отзывы которые потом просто проникают душу то есть оказалось что она в прошлой жизни участвовал таком каком-то дворцовом перевороте она была принцессой и была закрыта в башне в замке в башне и тот опекун который хотел быть ее опекуном он делал все чтобы люди думали что она просто сумасшедшая она потеряла рассудок и как бы специально подстраивались какие-то козни для этого и это ее все бесило еще больше злила она разрывалась там ваш не на самом деле так и не смогла выйти как это отразилось на сегодняшней жизни то есть она чувствует себя скованной то есть такое ощущение что она все время в каком-то да на ней что-то одета да на ней защита какая-то она вскова она не наслаждается до конца жизни нету ощущение природы стихии и вот есть раскрытие своих чувств до конца и вот это понимание что это фантом на тянется оттуда или как кармический урок какой-то что она если бы может быть ситуация разрешилась по-другому то есть появился какой-то великолепный защитник принц на белом коне который были спас оттуда как в сказке да женился бы на ней все бы разрешилось счастливо то может быть было бы все по-другому но получается что этот кармический свой узел она не разрубила там и она с этим со скованностью пришла сюда теперь нужно выйти из этих рамок раскрыть себя природе и тогда все решится окончательно хорошо то есть рекомендации даются еще во время сеанса рекомендация была такая что нужно идти больше в природу стихию поехать в заповеднике например наслаждаться океаном и впитывать просто в себя природу тогда ее чувства смогут быть более искренними открытыми и она проявит себя настоящие свое духовное развитие скажи она говорит я целыми днями за компьютером сижу и чувствую что я проживаю какую-то другую жизнь сейчас сказали кстати ключевую фразу многие же из нас чувствуют что не своей жизнью живут я вот частенько тоже в своем окружении там нарожав там трех детей вдруг говорит моя подруга мне говорит 40 лет а я как будто бы живу чужой жизнью и этот вот вопрос а своей ли ты жизнью живешь оказывается что мы доживаем ту прошлую свою жизнь потому что мы там что-то не доработали да и здесь как будто мы вот действительно что-то еще ощущение что еще какой-то хвост тянется и и вот получается правильно ли я понимаю что вот сейчас девушка вы читали что я чувствую легко я действительно ощущала себе принцессы то есть правильно ли узнав о своем прошлом поняв вот эту самую связь да такую ну как бы на тонком плане связь с этим настоящим воплощением человек как бы уже снимать вот эти оковы да как бы уже проходит этот кармический урок или как да когда на ее что во первых это не принадлежит сегодняшнему моменту самое главное то есть появляется такой страх на почему это со мной происходит еще такой случай который может быть очень показательным то есть обратилась женщина что у нее желудок проблемы с желудком скажем даже не боли а вот если завтра какое-то мероприятие важное для нее то есть или это интервью или это какая-то встреча или просто даже поезд на рыбалку или на пикник то есть она всю ночь не спит у нее расстройство желудка и это уже просто невозможно терпеть она говорит там уже три года или четыре года это длится на сколько можно я уже знаю что все значит я опять буду мучиться и оказывается что в прошлых жизнях она была герцогиня вот и мы видим ее медиум видит ее свадьбу до прекрасном платье и вдруг следующий момент что во время свадьбы происходит дворцовый переворот захват власти и ее убивает и ее даже не так убивает сколько он уже видит ее подвале брошенной заваленной камнями и все эти камни они камни они лежат у нее на животе и у нее ужасное чувство вот это внимание жертвы за что это со мной сделали как же так могли вообще со мной поступить да совершенно невинный человек красивая молодая она была в такой такой в таком предвкушении этого великолепного мероприятия готовилась к нему ждала его и вдруг это все закончилось вот так трагично поэтому теперь у нее передалось что вот перед в этой жизни перед любым новым каким-то мероприятием у нее такие желудочные боли потому что у нее ее смерть произошла вот это на желудке она больше фантомная боль а мы ходим к докторам и находим себе какие-то выискиваем нет доктор назовите диагноз да нет у вас там ничего нету дайте диагноз будем лечить врачи же говорят у вас все в порядке у вас ничего нет у вас там нет ни язвы ничего нет и непонятно почему это со мной происходит ну все говорят сейчас уже все умные знают что такое психосоматика и так далее но тем не менее очень часто что эта психосоматика зародилась не в этой жизни прошлой и чтобы войти в такое глубокое состояние это это называется транса и найти эту причину самому человеку очень трудно это как минимум нужно хотя бы четыре сеанса пройти чтобы научиться попрактиковать вот войти в эту глубину а через другого человека через медиума это сделать очень легко это можно в течение одного сеанса можно как бы попросить или сказать а вы еще посмотрите моей жизни хотя были одну или две чтобы понять вдруг вот прям до конца найти вот эту вот хронологию или до прижима каких-то там да внутренних там не знаю беспокойств или воли находим и потом это все раскрывается и люди когда слушают это такой сеанс очень часто даже плачет честно вам скажу что это невероятно да получается слезы очищения как будто да то есть они прощаются с той жизнью таким образом как бы ну закрывают вот туда двери нают что вот колесо сансары вот говорит ну что со мной все время одно и то же там вот я ищу мужчину уже там один другой третий я никак не найду выход и когда оказывается вот в прошлой жизни то есть там бы вот этот появился страх одиночества какой-то скажем по каким-то еще причин который тянется здесь она никак не может выйти из этого страха то есть так очень интересно да вообще каждый из сюжетов так много индивидуальный каждый очень индивидуально и они настолько захватывающие что можно просто сюжеты для фильмов подбирать из этого или написать книгу очень интересно честно говоря наверное стоит задуматься светлана об этом тоже я благодарю вас за удивительный разговор невероятно интересное действительно я бы наверное сидела бы и слушала и записывала даже с кардашом потому что действительно какие-то прям готовые сюжеты с развитием она каждый раз говорит расскажи что нибудь что же там было как это здорово и мы заканчиваем сегодняшнюю нашу встречу и есть конечно же много и других проблем задач и вопросов которые приходят гипнологам и мы об этом тоже будем говорить в следующих уже наших встречах я буду приглашать и слипера в том числе и других гипнологов поэтому следите за нашей рубрикой что вы хотите сказать нашим зрителям данное прощание да я хочу все таки всем пожелать что даже если вы не верите в гипноз и что это работает что это помогает но просто потренируйтесь сейчас так много медитации на ютюбе у меня кстати тоже есть мои четыре медитации пока она больше у меня не хватило сил времени вот но просто потренироваться то есть теперь или перед сном просто включите полностью расслабиться найти вот это состояние покоя отдыха расслабление это поможет легче быстрее погружаться в такое состояние полусна и успокоение поможет потом найти свои причины спасибо огромное за рекомендацию но действительно нас это будет немножко знаете как наш беспокойный мозг будет немножко упорядочивать что ли да как бы успокаивать если этой медитации как бы находим себя что ли так слышим наконец-то начинаем слышать себя потому что за структой этого быта бывает достаточно просто не успеваем остановиться оборачиваемся 40 лет уже прошли это пример да вот поэтому конечно нужно научиться перешли да не такое дело в том что мы перед сном о чем вы думаете вы думаете о том что же мне сделать завтра то есть куда побежать куда я пойду туда туда вас только-то вот с тем встречу здесь позвоню то есть опять себя уже накрутила получается на вперед на следующий день накрутила на стрессе нужно наоборот расслабить свой мозг и дать ему отдохнуть за ночь успокоиться вот к чему и призываю дать дарю вас невероятная беседа и до новых встреч спасибо большое спасибо замечательно а а а о а